Тачку на прокачку или лабиринты тюнинга. В советское время почти у каждого ребенка был металлический конструктор. Так в стране растили инженеров. Уже в зрелом возрасте отечественные автопромы и мечта об иномарке включали фантазию конструктора. Самоделкина и сейчас старается доработать автомобиль, который сошел с заводского конвейера в надежде что-то улучшить или придать харизмы своему автомобилю. Вот только с февраля обновилась процедура изменения конструкции. По словам водителей и без того непростые правила стали еще путаннее. Что нужно сделать, чтобы тюнинговать свою машину? Какие сложности возникают у югорских автолюбителей? В вопросе разбирался мой коллега Василий Сысоев. Этот ВАЗ не так прост, как кажется. Под капотом рычит мотор от BMW. От отечественной легковушки здесь только кузов. Все остальные детали тоже от иномарки. История этого тюнинга началась 10 лет назад. Евгений Матошин попал в ДТП. Машина практически не подлежала ремонту. Тогда и появилась идея оживить ее своими силами. Запчасти заказывал со всей России. Теперь машина на ходу, но ездить по городу нельзя. Техосмотр в ГИБДД она просто не пройдет. Сейчас Евгений оформляет на машину так называемый спортивный паспорт. Использовать ее можно будет только на соревнованиях. С 1 февраля в и без того трудной процедуре появились дополнительные правила. Автомобилисты негодуют. Мало того, что сам тюнинг дело не дешевое. Процесс подготовки тачки на прокачку тоже встает в копеечку. Много очень лишних звеньев, так скажем, что к одними идешь, потом к другими идешь. Одни одобряют, должны потом другие согласовать. И вот это начинается бесконечная канитель. И это очень тягомутно и очень финансово затратно, во-первых, даже. Каждому надо заплатить. На каждом этапе надо заплатить. Сначала нужно согласовать будущие изменения специальной техлаборатории. Дальше заключение специалистов нужно внести в реестр Минэкономики. Это и есть главное изменение в законе. Раньше этого не требовалось. Потом в ГИБДД за разрешением на тюнинг. Теперь можно прокачивать машину. Затем снова нужно в лабораторию для проведения испытаний. Протокол вновь вносят в реестр. Последний рубеж ТО и снова в ГИБДД. Кажется, не так сложно, но трудности начинаются уже на первом этапе. Лицензированную техническую лабораторию, которую может внести данные в реестр Минэкономики, нужно еще найти. На сегодняшний день в основном округе таких исследовательных лабораторий нет. Но это необязательное, так скажем, требование, потому что все работы выполняются дистанционно. То есть никаких неудобств, так скажем, для граждан не создают. По фотографиям дистанционно, да, направлено по электронной почте. В фотографии обратно приходят заключения уже непосредственно, то есть по почте. Колеса были установлены большего радиуса, соответственно, и более дистанционного протектора. Был установлен лифт подвески с полной, то есть проставки, плюс кружины были установлены. Виталий Чусовитин – директор автотехцентра в Ханты-Мансийске. Он занимается тюнингом машин не первый год. К нему часто обращаются югорчане за примочками. Новая подвеска, бамперы, свет. Процедуру регистрации изменений знает досконально. Все плюсы и минусы. Нет тех людей, кто проконсультирует и правильно, скажем так, даст какой-то там правильный совет на путствие владельцу, который хочет нести какие-то себе изменения, что-то поставить, какой-то автомобиль. И это первая проблема. И вторая проблема в регистрации, потому что отсутствуют на сегодняшний день в нашем регионе лаборатории, которые будут проводить эти, скажем так, под контролем, будут проводить и вносить эти все изменения. В мастерской говорят, что порой все эти сложности отбивают у югорчан само желание заниматься тюнингом. Есть ли этому подтверждение? Только сухая статистика. По данным окружного управления ГИБДД, в прошлом году в округе прокачали свою машину 4000 человек. Впечатляющая цифра. Однако годом ранее, в 2019-м, таких было больше 7 тысяч, вдвое больше. Нарушителей тоже достаточно. Многие просто не регистрируют изменения в конструкции и ездят до тех пор, пока их не остановят сотрудники госавтоинспекции. Василий Сесуев, Александр Шулдиков, Виктор Сивков. Специально для программы «Больше чем новости». Продолжение следует...